По факту смерти людей на пожаре в Инкермане возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса России «Причинение смерти по неосторожности двум и воле лицам». Утром 18 февраля там произошел крупный пожар в доме на улице Яблочково 2А, район Гресса. По предварительным данным, в результате пожара погибли четверо – мужчина-инвалид, женщина и двое детей. Более 20 человек остались без крыши над головой. На месте происшествия, помимо спасателей и сотрудников МЧС, работали следователи и криминалисты Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю, а также представители городской прокуратуры. В настоящее время устанавливаются причины возгорания и все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение экспертиз. По информации пресс-службы МЧС, сигнал о возгорании поступил в 6 часов 2 минуты. Пожар удалось локализовать на площади 320 квадратных метров 8.31. В 9.22 ликвидировано открытое горение. Дом деревянной постройки, в нем 12 квартир, в которых проживало более 30 человек. Все граждане эвакуированы в пункт премиального размещения, который расположился на базе Дома культуры Инкерман. Им оказывается психологическая помощь со стороны психологов МЧС России. В лечебное учреждение города доставлены два человека с травмами различной степени тяжести. В пресс-службе прокуратуры города заявили, что сотрудниками надзорного ведомства будет дана оценка действиям должностных лиц, которые отвечают за переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. На место происшествия выезжал личный губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Дом был признан уже аварийным в прошлом году. Понятно, что готовился под расселение. Поэтому у нас предварительно аналитическая информация есть. Людей с документами здесь всего три семьи. Вот на тот момент, который сейчас был на момент пожара. То есть двое, по-моему, один собственник с документами на собственность, двое нанимателей. Остальные все люди, которые здесь находились, ну, либо снимали квартиру, либо на каких-то других основаниях здесь находились. Поэтому, конечно, будет очень сложно с точки зрения реализации имущественного права. Но будем консультироваться, в том числе и с прокуратурой. В штабе «Мы вместе Севастополь» работает горячая линия. Для тех, кто хочет помочь пострадавшим в результате пожара в Инкермане, вы можете обратиться по телефону плюс семь восемьдесят шесть девяносто два, двести двадцать семь, двести двадцать семь, или плюс семь девятьсот семьдесят восемь, шестьсот двадцать пять, сорок пять, шестьдесят три. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!